Я периодически люблю разбавлять косметические видео какими-то другими видео у меня на канале и я очень надеюсь, что вам эти видео тоже нравятся и вы их с удовольствием смотрите. Сегодня я хочу с вами поделиться тем, что сделало мой дом лучше, что приносит мне огромное удовольствие. Все, о чем я сегодня буду говорить, в принципе, несложно достать, так как это все можно заказать в интернет-магазине. И также, что меня радует, все это достаточно бюджетные вещи, но они очень функциональны и классны. Но перед тем, как мы с вами перейдем к этой части видео, обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор еще не подписаны. Также нажимайте колокольчик, это будет гарантировать вам то, что мои новые видео будут появляться у вас в ленте подписок. И давайте приступать. Первая вещь приносит мне огромное эстетическое удовольствие на кухне, но и не только эстетическое, потому что это еще и функциональная вещь, которую я пользуюсь по несколько раз в день. Я заказала чайник Xiaomi, и он просто не перестает меня радовать, потому что, во-первых, он просто потрясающе выглядит. Я уже несколько раз вам говорила о том, что я обожаю бренд Xiaomi, у меня дома очень много чего от этого бренда. И каждый раз, когда мы что-то с мужем покупаем, нам всегда это нравится, потому что всегда это выполнено качественно, из хороших материалов ни разу еще ничего не сломалось. И, в принципе, даже если ломается, сейчас вот открываются сервисные центры, которые обслуживают это все. Поэтому, если раньше это было проблемой, то сейчас это совершенно не проблема. Чайник, в первую очередь, конечно, очень круто и стильно выглядит, и я все мечтаю, что когда-то у меня будет кухня моей мечты, куда он впишется просто идеально. И сейчас мы с мужем взяли такой принцип, что мы знаем, в принципе, как мы хотим, чтобы выглядело наше жилье в идеале. И если мы покупаем какие-то вещи, то эти вещи должны вписываться вот в концепцию будущего нашего жилья. И если когда-то наступит такой момент, что у нас получится осуществить свою мечту именно с жильем нашей мечты, то все эти вещи туда перекочуют, и нам не нужно будет их распродавать или раздаривать, потому что мало того, что они качественные, так они еще и все между собой будут сочетаться. И чтобы далеко из кухни не уходить, я вам расскажу еще о одной штучке, о которой я давно мечтала, а именно о электрической перечнице. Казалось бы, вроде простая вещь и вроде бы и не совсем нужная, но я на самом деле в готовке не люблю использовать обычный черный молотый перец. Я всегда стараюсь использовать какие-то более интересные специи, и до этого я часто пользовалась ступой, и именно в ступе вот так вот растирала разные специи, в том числе и перец. И я в готовке чаще всего использую не обычный черный перец, а сычуанский перец. Если вы до сих пор его не пробовали, обязательно найдите и попробуйте. Обычно этот перец продается в каких-то лавках со специями, можно в интернет-магазине 100% где-то заказать. Очень классный, он намного более душистый, намного более ароматный, и, как я уже сказала, я часто пользовалась ступой, и в один момент подумала, надо бы переходить как-то на новый уровень. Жрет эта штука 4 целых пальчиковых батарейки, но ладно, я уже готова с этим смириться и купить эти 4 батарейки, потому что действительно это гораздо быстрее, гораздо удобнее. Следующая вещь уже была заказана скорее не для меня, а для моего мужа, потому что он их просто обожает. И каждый раз, когда что-то происходит с предыдущей, он всегда меня просит, пожалуйста, если где-то будешь заказывать, докинь еще в корзину вот это. И я сейчас говорю о лейках для душа. Но не просто какой-то обычной лейке для душа, потому что он любит именно те, которые с очень большим количеством мелких дырочек, и которые создают вот такой вот очень сильный напор воды. И в то же время из-за того, что они настолько меленькие, эти дырочки, это тоже способствует экономии воды, то есть не так много расходуется воды, хотя напор намного круче, чем у обычных классических лейк. Мы уже очень давно для себя открыли эти лейки, и сейчас просто не представляем, как без них можно обходиться. Конкретно вот эта, которую я вам сейчас показываю, она создает очень мощный напор, но в то же время он не массажный. У меня до этого было несколько лейк, которые делают именно такой вот жесткий напор, то есть одновременно можно себе еще даже массаж сделать с помощью такого напора. Это же лейка напротив. У меня такое впечатление, что размягчает поток воды, и когда эту лейку на себя направляешь, такое впечатление, что тебя окружает какое-то мягкое облачко воды, а не какая-то жесткая струя, которая вот так вот прям бьет по тебе. Мой муж сказал, что ему именно этот эффект нравится меньше, ему больше нравится, когда струя такая массивная, жесткая, но мне даже больше нравится, потому что как-то приятнее, более расслабляющий эффект, что ли, получаешь от этой лейки. В общем-то, если вам нравится тоже более мягкий такой эффект, то закажите именно ее. Летом проблема пыли, наверное, максимально актуальная, потому что если не слишком жарко и недостаточно, скажем так, жарко для того, чтобы включать кондиционер, и можно просто освежиться тем, что открываешь окно, с окна всегда налетает столько пыли, что каждый день, даже по несколько раз в день нужно протирать ее, и меня это жутко раздражает, особенно когда ты вложил столько сил, полностью все поубирал, и через там пару часов смотришь, а уже на поверхностях немножко припорошено все снова пылью. Особенно это сильно раздражает меня в зоне, где находится очень много техники, потому что техника не любит пыль, и все эти кулеры охлаждающие всегда эту пыль всасывают, из-за этого все портится, поэтому мы решили с мужем, что нам нужен обязательно какой-то фильтр против пыли, против каких-то базовых грибков, там бактерий, которые могут летать в воздухе, и вот попался мне на GearBest довольно маленький такой компактный фильтр, который я посчитала, что идеально подойдет именно для тумбы, где вот вся техника находится, где телевизор, где колонки, где дополнительная какая-то техника, и именно туда мы его и поставили, он туда вписался очень классно, работает он просто сутками. Я не могу сказать, что он фильтрует настолько круто, что прям вообще вот вся пыль исчезает, но пыль гораздо меньше оседает, то есть вот видно, что все-таки он работает и свою работу выполняет. Конечно же, такой фильтр не заменит вам уборку, тем более он достаточно маленький, достаточно компактный, и, кстати, меня тоже интересовал вопрос, как в нем менять фильтры, где вообще брать эти фильтры, и я погуглила на Алиэкспрессе, продаются эти фильтры, там комплект фильтров стоит 7 долларов, и именно это послужило решающим фактором в пользу того, что мы такие заказали этот фильтр, потому что на китайских сайтах тоже встречаются фильтры, которые вот эти расходники потом нигде не найти вообще. И вот, кстати, если вы сейчас интересуетесь вопросом покупки фильтра для дома, то обязательно посмотрите, где можно купить расходники, чтобы не было такого, что вы закажете, вроде все вас устраивает, и цена, и его вид, и его характеристики, но потом просто через там 2-3 месяца вы не будете знать, что с ним делать, он будет просто стоять, потому что вы не сможете заказать новые фильтры. Так как этот фильтр абсолютно недорогой, я от него и не ждала, что он будет работать как промышленный, но тем не менее, мне кажется, вот конкретно для тех нужд, для которых он заказывался, то он полностью их удовлетворяет. Последняя новинка, это то, о чем я уже тоже долгое время мечтала, и каждый раз мы с мужем заходили в эпицентр, пробовали это, щупали, и все никак не решались купить. И я сейчас говорю о новых подушках, но не просто подушках, а подушках с принципом memory foam. Вообще, я была всегда приверженницей обычных подушек, таких еще, знаете, побольше, чтобы она была такая переевая, набитая. Я любила всегда спать высоко, но со временем все-таки понимаешь, что это вредно во всех смыслах. У меня очень большие проблемы со спиной, поэтому для меня поддержание спины в максимально хорошем состоянии, насколько я это могу обеспечить, это всегда очень важно. Поэтому, если есть какие-то вещи, которые могут помочь мне, то я, естественно, стараюсь это в свою жизнь добавить. Скажу вам честно, на этой подушке немножко непривычно, конечно, спать, в первую очередь из-за того, что она гораздо ниже, чем обычные мои классические подушки, и сначала было так непривычно, я все время пыталась руку подложить под нее, но даже подкладывая под нее руку, все равно она прогибается так, и как бы абсолютно нет никакого смысла от того, что вы подложили руку. Со временем рука как бы утопает в ней, а сама подушка опускается, и все равно вы получаетесь на той же плоскости, что и без руки подложенной. Нет такого, что я встаю и понимаю, что я там шею залежала, или плечо как-то залежала, в общем-то, мне очень удобно на этих подушках. Муж мой до сих пор немножко ворчит, он еще до сих пор к ним не полностью привык, но я все равно пытаюсь стоять на своем, что это намного более полезно, чем какая-то обычная подушка, которая принимает вообще невообразимые просто формы, и каждый раз, когда он просыпается без головной боли, я ему напоминаю, что вот, все-таки это более эргономичная подушка. Опять-таки, знаете, это, наверное, не самая лучшая подушка Memory Foam, потому что она все-таки достаточно бюджетная, вернее, не то, что достаточно, она очень бюджетная, но мне хотелось попробовать хотя бы с чего-то начать. Я хотела сначала заказать подушку Xiaomi, опять-таки, но они стоили по 60 баксов, поэтому меня как-то жаба немножко задавила, и я решила, нет, Xiaomi я попробую как-нибудь в другой раз, если мне понравится более бюджетный вариант, и пока что мне, в принципе, он нравится, то есть я думаю, я, может, даже и до Xiaomi когда-нибудь дорасту. Я очень надеюсь, что это видео было для вас полезным, и я подкинула вам несколько крутых идей для дома. Если вы чем-то из перечисленного пользуетесь, обязательно напишите об этом в комментариях, чтобы у зрителей была возможность услышать не только мое мнение, но также еще и ваше. Если вы все еще до сих пор не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, это можно сделать, нажав вот сюда вот на эту круглую иконку, и также вы можете посмотреть другие мои видео, которые вам сейчас рекомендует YouTube, или же вы можете дождаться мое новое видео, которое выйдет через несколько дней.